В эфире программа ДПС. Дорога, перекресток, судьба. Пристальный взгляд на транспортную сферу региона. Меня зовут Ангелина Леденева. Сегодня в выпуске. Почему не оплачивали штабы? У меня квитанция. Нет, почему? Есть квитанция. Вот я их оплачиваю. За плоти и езжай сотрудники ГИБДД совместно с приставами вышли в рейд. Мы сюда не могли попасть. Мы ездили сюда в объезд. Тут все ли 13-й, 8-й километр, как называют. Мы попадали с горем пополам. Связь налажена. Новая дорога в Куйбышевском районе решает жизненно важные вопросы для селян. Для каждой дороги имеется свой норматив очистки. Региональные трассы имеют 4 часа, например, после завершения снегопада. Как чистят трассы в области? Об этом говорим сегодня в рубрике «Гость». Товарооборот в Новосибирской области за 9 месяцев упал на 20%. Об этом сообщила таможенная служба. При этом объем экспорта снизился на 16%, а импорт упал на 25%. Платежи за перемещение грузов через границу при этом упали на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении объем грузового товарооборота составил 327 миллионов долларов. В структуре по-прежнему лидируют оборудование и транспорт. Сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами вышли в рейд. Тем, кто годами не оплачивает транспортные налоги, штрафы пришлось заплатить прямо на дороге. На площади Ленина всегда большой поток машин, а значит, автолюбители-должники здесь наверняка окажутся. Инспектор ГИБДД проверяет документы. У этого водителя все в порядке, только незначительные нарушения, запачканные номера. Затем мужчина приглашает в автомобиль ГАИ и там пробивают по базе на наличие неоплаченных штрафов. Ничего нет. А вот следующий автовладелец как раз один из злостных неплательщиков. Гражданин имеет три штрафа неоплаченных, которые он согласился оплатить в долговольном порядке. Однако в отношении него возбуждено исполненное производство. О взыскании коррекиторской задолженности на сумму более 400 тысяч рублей эту задолженность он не оплачивал. Мер к погашению его вообще никаких не принимал. В отдел судебных листов не являлся. В связи с этим сейчас принято решение о доставке его в отдел, где с ним будет проведена работа по взысканию этой задолженности. Сам нарушитель о долге знает, только вот внятно объяснить, почему не оплачивал, не может. Почему не оплачивали штрафы? Ну, у меня квитанция нет, почему есть квитанция, вот я их оплачиваю. А уже срок прошел или вам недавно? Да почему недавно выписывали? Недавно, видите, постановление свежее. Когда планируете платить? Сейчас прямо оплачиваем. Этому автолюбителю грозит административный арест на 15 суток, исправительные работы или увеличение штрафа. Что именно, решат в суде. А вот те, у кого долг меньше, могут погасить его тут же. Чтобы оплатить за должность, неплательщикам сегодня не нужно ехать в ГИБДД. В этом своего рода мобильном офисе, кроме судебных приставов, должников ожидают и банковские работники. Поэтому водитель сможет заплатить штраф прямо здесь, с помощью мобильного приложения. Такие рейды сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами проводят регулярно. Это уже 12-й за год. И только за сегодня удалось поймать более 10 должников. В целом, по словам сотрудников ГИБДД, в этом году выявлено более миллиона административных нарушений. Из них 30% долги по налогам и штрафам. Депутаты ГИБДД решили совместно доработать законопроекты о наказании за незаконную тонировку на стеклах автомобилей. Они предлагают не лишать прав, как планировалось до сих пор, а штрафовать на 5000 рублей. Смягчить соответствующие поправки Госдуму попросили в администрации президента. Инспекторы ГИБДД, в свою очередь, получат право направлять на медицинское освидетельствование водителей, которых подозревают в употреблении наркотиков, минуя проверку на алкотестере. Согласно действующей процедуре, инспектор должен заполнить 6 документов. На это, считают народные избранники, тратится много времени. В ряде случаев сами инспекторы даже подвергаются опасности. Теряют бдительность в ходе заполнения кипя бумаг, а пьяные водители бывают агрессивны и могут сбежать с места задержания или напасть на гаишников. Жители села Малинино, это Куйбышевский район, следующей весной не будут отрезаны от мира. Капитально отремонтированная дорога, по заверениям строителей, выдержит натиск талых вод, которые размывали ее каждую весну. Сергей Мазуров в Малинино приезжает в гости. Говорит, весной, когда разливалась река, попасть в деревню было почти невозможно. Страшная была дорога. Не проехать, не знаю, как пешком ходили. Мы сюда не могли попасть. Мы ездили сюда в объезд, тут через 13-й, 8-й километров, да как не знаю, как это называют там. Мы попадали с горем пополам. Ремонтировать Малининскую трассу начали еще пять лет назад, но все усилия дорожников сводила на нет река. В 2010-м под воду ушли полтора километра дороги, добавил проблемы поводок нынешнего года. На капитальный ремонт из областного бюджета выделили 15 миллионов рублей. Земляное полотно нарастили, как говорят строители, с запасом. Здесь необходимо положить откосы земляного полотна, удлинить трубу, чтобы она впредь не размывалась. А значит, жителям не придется ждать, пока сойдет вода, чтобы выбраться в город за продуктами или в поликлинику. Рядом с городом у нас здесь участков много набрато, что может быть и строительство начнется, может что-то какое-то развитие начнется маленько. Местные жители говорят, теперь можно подумать о ремонте дорог и в самой деревне. Авария в Кочаневском районе не имела серьезных последствий для ее участников, но остановила движение на дороге. Длинная пробка образовалась на трассе из-за ДТП. Все произошло поздно вечером, когда на обледенелой дороге неожиданно развернула КАМАЗ. Его водитель быстро сумел вернуть управление и ушел в сторону. А вот ехавший следом, груженный машинами автопоезд, столкнулся со встречной фурой Вольво. В результате данного ДТП люди, к счастью, не пострадали. А вот многотонные длинномеры получили небольшие повреждения. То есть ты ему прям в угол ударил? Да, что ты-то стоял. Где остановиться? Вот он. Из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка. Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями. Поэтому ликвидировать коллапс на дороге удалось далеко не сразу. КОНЕЦ КОНЕЦ Погода дала передышку дорожным службам. Снегопад прекратился и вся уборочная техника работает в штатном режиме. О том, как чистят областные трассы и что умеют специальные машины, мы говорим сегодня в рубрике «Гость» с Сергеем Толмачевым. Это рубрика «Гость». Меня зовут Сергей Толмачев. Сегодня мы разговариваем не в кабинете, а на Колыванской трассе. Мой собеседник, заместитель начальника отдела благоустройства территориального управления автодорог Новосибирской области Антон Бульскунов. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Сергей. Колыванская трасса. Сейчас погода уже более-менее хорошая. А когда шли снегопады, много проблем доставило? Проблем у нас на самом деле хватало, потому что одномоментно в период снегопадов у нас работало 3034 единицы техники. Но это не явилось какой-то большой проблемой. Почему? Потому что мы о погодных явлениях знали заблаговременно. Имея собственный прогноз погоды за трое суток до наступления погодных условий, все подрядные организации были оповещены, все дорожные службы переведены в режим экстренной работы. Соответственно, в круглосуточный режим работы была переведена техника и водительский состав. Соответственно, как только начинались погодные явления, именно снегопад и ветер, мы приступали к работе. Люди работали по сколько часов? Ну, за рулем. На самом деле, люди работали в 2-3 смены, иногда просто с перерывом на сон в 4 часа, потому что некоторые механизмы и механизаторы невзаимозаменяемы. Вот мы стоим возле такой машины, во мне почти 2 метра роста, но вот этот ковш почти с меня ростом, опять же, что он умеет, что умеет эта машина? Мы видим сейчас аэродинамический отвал, которых у нас в последнее время стало гораздо больше на трассах дороги, на трассах Новосибирской области. Этот аэродинамический отвал позволяет скоростным путем сбрасывать шугу с проезжей части, удалять снежный вал с обочины, да, и, как мы видим, имея специфическую форму, он позволяет выбрасывать снежный вал на расстояние 25 метров от проезжей части, тем самым уменьшая количество подносимого снега и уменьшая работу дорожников в дальнейшем. Такие машины можно использовать только на трассах, в городе он не нужен? Эффективная работа вот таких механизмов начинается со скорости от 45 км в час, соответственно, в городе разогнать машину до такой скорости в пробке невозможно. Что он еще умеет делать? Автомобиль. Данный автомобиль, данный комплекс имеет аэродинамический отвал, как я уже сказал, щетку, которая убирает шугу с проезжей части, и пескоразбрасыватель, который работает после проведения, соответственно, скоростной уборки, очистки проезжей части от шуги и посыпку проезжей части. После этого он встает в рабочее положение, идет на другую дорогу работать скоростным отвалом, через два часа возвращается на этот же участок дороги, на котором песко-соляная смесь отработала, и убирает, соответственно, растаявшую шугу с проезжей части для обеспечения покрытия. Какой норматив после выпадения снега для его уборки? Для каждой дороги имеется свой норматив очистки, региональные трассы имеют 4 часа, например, после завершения снегопада, не должно быть наличия снега на проезжей части, допускается наличие определенной высоты снежного покрова на обочине, и, соответственно, необходимо через 6 часов в полном объеме завершить работу по очистке проезжей части от снега, шуги и гололедных явлений. Вы за какое время узнаете о наступлении снегопада? Прогноз погоды насколько точен? Последний прогноз погоды, который мы получили, был точен с вероятностью 90% и попал в наш период ожидания полтора часа. То есть мы за полтора часа четко знали, где он начинается, циклон, какие районы он затрагивает. Кроме того, мы эффективно видели через видеокамеры, которые на нашей сети установлены, как циклон движется. То есть мы видели не только погодную карту с движущим циклоном, мы видели в режиме реального времени, как циклон засыпает, скажем так, автомобильные дороги. В последние дни был довольно часто переход температуры через ноль. И вот в Новосибирске водители все знают, появилась просто терка, по которой ездить невозможно. Многие дороги в терку превратились. Что делается, чтобы не было такого на дорогах области? Это гололедные явления. Они убираются исключительно механическим способом, потому что практически не подвергаются воздействию песко-соляной смеси. Засыпать такое явление на проезжей части песко-соляной смеси практически бесполезно. Соответственно, с помощью ножей грейдера убирается сначала основная зимняя скользкость, после этого производится обработка и удаление возникшей шуги с проезжей части с помощью вот представленной здесь щетки. А давайте посмотрим, как она работает. Можно тест-драйв дать машине, чтобы щетку включить? Да, я думаю, что мы сможем это сделать. Сейчас попросим водителя. А с какой скоростью он работает? Он при пиковых нагрузках, когда много снега? При пиковых нагрузках скоростные автомобили двигаются со скоростью не менее 60 км в час, осуществляя патрульную очистку. Есть более скоростные автомобили на базе Scania, например. Они двигаются немного быстрее, осуществляют патрульную очистку, соответственно, быстрее. Какие самые проблемные трассы в Новосибирской области? Может быть, перекрывать приходилось в условиях снегопада? На самом деле, некоторые маршруты закрывались ГАИ, администрациями для проезда, например, школьных маршрутов или автобусного движения. По дорожным условиям мы не закрывали трассы и, соответственно, у нас закрытия не было. Ну что ж, Антон, надеемся, что погода будет благоприятствовать и трассы перекрывать не будете и впредь. Спасибо вам за интересное интервью. Это была рубрика «Гость». Моим собеседником был заместитель начальника отдела благоустройства областного ТУАТ Антон Брискунов. Через неделю будут новые гости и новые интересные интервью. Спасатели вновь предупреждают жителей области об опасности нахождения на водоемах. В настоящее время на территории региона идет становление льда, и не везде он достаточно окреп. Для предотвращения несчастных случаев проводится ряд мероприятий. В частности, государственные инспекторы ГИМС совместно с представителями администрации муниципальных районов, сотрудников полиции и спасателями еженедельно патрулируют водоемы области. Особое внимание уделяют традиционным местам подледного рыбного лова. В настоящее время на территории Новосибирской области открытых ледовых переправ нет. А спасатели напоминают, что нарушение правил чревато не только опасностью для жизни, но и является административным нарушением. Ну а теперь наша традиционная рубрика «Две беды» – видео из всемирной паутины. На этом у меня все. Помните, у каждого свой путь. Но дороги у нас одни на всех.